Лаборанты есть не только в медучреждениях, но и на таких предприятиях, как мясо и хлебокомбинаты, пивоваренный завод, водоканал, бендерский рынок. В случае возникновения чрезвычайной ситуации лаборатории взаимодействуют со штабом гражданской защиты, где следят за состоянием окружающей среды, исследуют патогенные продукты, берут пробы воды из водоёмов, атмосферного воздуха, измеряют уровень радиации. Специалисты лабораторной службы, в том числе оперативные специалисты, выезжают немедленно, а проведение самого лабораторного исследования, в зависимости от того, какие ингредиенты исследуют, может быть и три дня, может быть и неделю, а может быть на второй день поддаваться результат лабораторного исследования. Всё зависит от того, что там будут определять. Раз в три года бендерский штаб гражданской защиты проводит учения для лабораторных станций города. Цель – выработка и закрепление навыков оперативной работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью населения. Первым делом участникам проводят инструктаж по технике безопасности, а затем выдают материал для работы – пробы воды, мяса и зерна. Нужно определить, какой из продуктов патогенный. Задача участников в течение трёх дней, потому что производится данная операция в течение трёх дней, в течение трёх дней выявить заражённый продукт, документально всё оформить и представить Центр гигиены специализированным донесением. Оперативная и слаженная работа Службы гражданской обороны совместно со специалистами лаборатории Республики помогла в 2008 году избежать катастрофических последствий паводка, тогда как от наводнения существенно пострадали соседние страны. Сотрудники службы ГО отмечают, если быть готовым к экстремальной ситуации, то её устранение займёт наименьшее количество времени, а значит, позволит обезопасить население Приднестровья в кратчайшие сроки.